Привет, меня зовут Юра, и сегодня я попытаюсь рассказать о критериях выбора JS-фреймворков. Я не буду рассказывать, какой там фреймворк лучше, какой хуже. Я хочу, чтобы мы сегодня просто обсудили, какими критериями мы пользуемся при выборе фреймворков, почему это важно, каждый из критериев, и что нам с этим делать. Поэтому, так как у нас тут небольшой поток, если удобно, поднимайте руки, задавайте вопросы по ходу. То есть если этот вопрос будет объясняться чуть попозже, я сразу вам скажу, что это впереди, и мы об этом поговорим. Если что-то новое, о чем я не собирался разговаривать, тогда мы обсудим. Поэтому у нас с вами есть 40 минут. Я надеюсь, что не будет скучно, потому что графиков и кода практически нет. То есть я буду рассказывать только за жизнь. Почему я думаю, что у нас получится это обсудить? Потому что я работаю в аутсорс-компании, в которой больше 220 человек, и мы 7 лет уже в бизнесе, и написали достаточно много проектов, то есть больше 280 проектов зарелизили, из которых больше трети вебные. То есть вебные или что-то совпадающее, вернее, что-то имеющее отношение к джаваскрипту. Итак, почему именно JS? Ну на самом деле я полез в интернет искать картинку, которая бы объясняла там что-нибудь, почему важен JS, почему… А потом нашел такой бэкграунд, там, где написано, нарисована куча компаний. Вот, я уверен, что абсолютно все эти компании пользуются в своих продуктах джаваскриптом. То есть если бы мы говорили о джаваскрипте раньше, то есть года, лет 5 назад, то мы бы говорили о том, как с помощью JS добавить какую-то интерактивность в наше веб-приложение, на нашу веб-страничку. А сейчас мы можем обсуждать JS на мобильных устройствах. Это фангап, native script, react native, там, куча других похожих технологий. На сервере есть нода, есть в браузерах куча разных фреймерков. И когда вы начинаете новый проект, очень важно понимать, какие требования выдвигаются к этому проекту и как вам выбрать тот инструмент, который вам поможет реализовать то, что требуется конечному заказчику или собственнику. И в качестве затравки я хочу привести абсолютно два похожих на старте приложений, примера. Это реальные кейсы. Мы писали два очень похожих приложения для медицины. Одно приложение мы писали для интерпрайза, а второе приложение мы писали для стартапа. Оба заказчика пришли с одними и теми же пожеланиями. Дизайн был очень похож. Но так как мы аутсорс, мы сразу предупреждаем, что вот мы подписываем NDA, эти исходные коды не будут пересекаться с этими. У нас логика не пересекается. Команды сидят в разных комнатах. Мы стартуем два приложения. Проходит три года, вернее, извините, три месяца. Мы начинаем понимать, что что-то двигается не так. Проходит полгода, и тут выясняется, что оказывается, этот заказчик просил совершенно не это. А этот заказчик просил совершенно не это. И тут включается топ-менеджмент. В дискуссию, в коммуникацию с заказчиками начинаем выяснять. Господа, а что вам нужно? И оказывается, что интерпрайс-то хотел приложение, которое он сам потом будет обслуживать. То есть у него есть команда индусов, им надо написать приложение, и они будут саппортить этот продукт. А стартап совершенно не хотел этого. Стартап хотел продукт, который он принесет инвесторам и покажет. Вот посмотрите, какой у нас есть классный продукт, дайте денег. Так вот, основная мысль всего доклада, всей дискуссии будет заключаться в следующем. Мы попытаемся понять, что именно нужно вашему заказчику, как он рассуждает, и какие фреймверки при этом выбирать. По итогу, к сожалению, это были самые два неуспешных наших проекта. Нам пришлось переписать и тот, и тот. Причем мы переписали на двух разных фреймверках. Для интерпрайса мы переписали на Angular 1, а для стартапа мы планировали переписать на React, но пока их устроило и так. Они инвестиции получили. И почему разные фреймверки для одного и того же кейса, причем для очень похожих приложений, мы как раз сегодня и побеседуем. Еще раз напоминаю, если возникают какие-то вопросы, поднимайте руки, давайте сразу обсуждать. Вы смысле не собьете. Да. Для стартапа, я так понимаю, вы там нафигачили jQuery и хватит или как? Нет, вы не правы. Там стартап не получится нафигачили jQuery. Представьте себе приложение, если не ошибаюсь, порядка 600 виджетов. То есть вы можете себе представить нафигачить jQuery для такого количества кода. Нет, там был фреймверк, который выдавал максимальный перформанс. То есть он выдавал на таком количестве digital, single-page application, умопомрачительную производительность, порядка 60 FPC в любом браузере, кроме девятки. Вот. Это стартапу, это инвесторов стартапа не устраивало, потому что фреймверк на тот момент был не раскрученный. Потому что деньги, они получают совершенно за другое. Вот. Да. А что же на фреймверке? Вот сейчас все расскажем. Вот. Так вот, все сводится к одному. Когда вы выбираете фреймверк, вы выбираете с точки зрения девелопмента. То есть с точки зрения вашего бывшего опыта. Но это не значит, что вы понимаете то, что нужно заказчику. На самом деле при выборе фреймверка надо рассматривать три точки зрения. Первое – это точку зрения собственника продукта, что он именно хочет. Второе – точку зрения конечного пользователя. И третье – собственно, вашу точку зрения, что вы хотите получить. Вот. И поэтому мы начнем с точки зрения заказчика и собственника продукта. Вот. Еще раз напоминаю, мы не будем разговаривать за конкретной фреймверке. Там будет табличка сравнительная, но которой нельзя будет пользоваться, почему я объясню. Вот. Заказчик – это собственник конечного продукта. Это именно тот человек или та организация, который ставит вам условия, что он хочет получить. И для него важны всего несколько критериев. Это бюджет проекта. То есть сколько он заплатит за то, чтобы получить конечный продукт. Сроки. Реализация требуемого функционала. То есть делает это ваш программный продукт, это или не делает. И удовлетворение конечного пользователя, потому что в 90% случаев по факту именно конечный пользователь платит заказчику деньги. Именно так он зарабатывает, собственно, так работает бизнес. От этого вы никуда не денетесь. Если конечный пользователь недоволен, он не будет за этот продукт платить деньги. И тут надо очень четко понимать, что мы не рассматриваем вопрос монополии, потому что когда у конечного пользователя нет выбора, то он будет пользоваться этим продуктом по-любому. И в большинстве случаев как раз Enterprise иногда подпадает под вопрос, можно рассматривать с точки зрения монополии, потому что иногда компании диктуют свои условия дополнительные. Об этом и поговорим. Сам бюджет проекта делится на две больших части. Первое — это создание вашего проекта. Это именно сколько вы потратили, сколько заказчик потратит деньги на то, чтобы получить конечный продукт. Это за сколько вы сделаете, сколько он вам заплатит, нужны или нет какие-то библиотеки. И все это, конечно. И о чем очень часто забывают некоторые девелоперы — это саппорт. Крайне важно понимать, что иногда заказчик получает проект. Смотрите, бывает два случая. Когда мы рассматриваем какой-то проект, который является бизнесом, то есть тот же самый Uber, о котором мы говорили перед докладом, или с одной стороны, и со второй стороны пиццерия. То есть у них совершенно два разных кейса. Когда приходит пиццерия, то есть этот проект айтишный, который вы ей сделаете, ему этой пиццерии не надо саппортить. То есть ей нужен быстрый продукт, быстрый выход на рынок для того, чтобы получить какую-то конкуренцию. На этом закончится. И очень явно видно, что после того, как вы зарелизите веб-сайт для пиццерии, потом пиццерия к вам никогда не обратится, для того, чтобы проапдейтить. Если вы нормально сделаете, чтобы он меню там смог поменять. Со второй стороны мы имеем Uber, который вы зарелизили проект, но накладные расходы на его саппорт при таком количестве клиентов, при таком количестве конечных пользователей, причем с разными ролями и таксистов, и пользователей такси, оно огромное. И у вас бюджет на поддержку самих серверов, на саппорт по этим, по фиксам бага, он намного превысит бюджет первоначальное создание этого продукта. Поэтому заказчик продукта, когда дает вам задание, он не просит создать продукты на этом, чтобы все закончилось. Иногда ему важнее саппорт этого продукта. И когда к вам приходят заказчики, вы смотрите, это интерпрайс или стартап, или это тот бизнес, который не имеет во главе своего денежного потока именно этот айтишный продукт, то у них совершенно разные подходы к тому, что они хотят. То есть когда клиент приходит и говорит, мне нужен сайт вот с этим, с этим и с этим, это только половина требований. Правильно заданный вопрос, то есть клиенту, это половина ответа, поэтому я сегодня попытаюсь рассказать, как надо сформулировать вопросы, на что обратить внимание, чтобы правильно выбрать фреймверк для вашего продукта, чтобы потом не было мучительно, больно переписывать его. Так, собственно, бюджет и создание проектов. Тут очень просто. Все девелоперы, и всем достаточно понятно, из чего формируется бюджет создания. У вас есть какой-то набор функциональностей, и вы эту функциональность реализуете. То есть вы знаете, что там, например, вставить поддержку социальной сети у вас будет, сколько там, 12 часов, сделать авторизацию через вас кастомный выделенный сервер будет 4 часа и так далее. То есть это достаточно просто объяснить клиенту. Вы просто выписываете функциональности, пишете, вот на этом фреймверке будет создать столько-то времени, а на этом фреймверке столько-то времени. А поддержке самая большая проблема объяснить клиенту, что постоянные изменения, они тянут за собой денежные расходы. То есть клиенту непонятно, почему поменять или вставить одну кнопку в экран будет 80 часов. Это же непростой. В чем проблема? Знаете, у меня была такая история, я работал в одной норвежской конторе, и там, где не было project-менеджеров. Меня попросили разбавить интересными историями. Так вот, там не было project-менеджеров, работа делалась так. Там sales-менеджер являлся одновременно клиент-кером, он заключил контракт и саппортил этот контракт, пока девелопер его делает. И приходит задача на таск-трекере, не работает кнопка в приложении. Открываю, это нативное приложение Android, один экран, одна кнопка, нажимаю, ничего не происходит. То есть черный экран, одна кнопка, ничего не происходит. Приложаю исходные коды 27 метров. Начинаю разбираться, открываю исходники там activity андроидовского, а там у кнопки даже нету листинера. То есть там его ничего не слушают. Я звоню клиенту и спрашиваю, а что кнопка должна делать? Так он говорит, очень просто, нажимаете на кнопку, под кнопкой появляется видео-стриминг, вы наводите на клиента, над клиентом всплывает имя и фамилия, электронный адрес, его телефон и сохранить в контактах. И тут идет видео-трансляция, я не могу ругаться сильно. Да, и я как нормальный девелопер начинаю клиенту объяснять, ну вы понимаете, что вот для всего, что вы рассказали, вам необходимо распознавание лиц. Да, понимаю, я туда вставил библиотеку. Я говорю, в смысле вставили библиотеку? Ну я в проект поставил OpenCV. Я говорю, замечательно, вы понимаете, что для того, чтобы данные высвечивались, нужно знать откуда-то эти данные. Да, я понимаю. Я говорю, хорошо, где нам брать эти данные? Ну вы будете ходить, показывать и вводить их. Я говорю, ну хорошо, это уже администрирование какое-то. В общем, слово за словом мы потратили на общение больше недели. Мы собрали ему в проекте Face Detection, вот, и отдали ему интерфейс для обучения этой программы. На этом все и закончилось, честно говоря. Клиент остался недоволен. Вот, мы остались довольны, потому что у нас появился огромный опыт с распознаванием лиц. и, то есть, ну, по итогам мы, конечно, и деньги заработали, но просто проблема заключается в том, что клиент больше к нам не обратится никогда, и клиент тоже недоволен. Поэтому, да, поэтому крайне важно понимать, что клиент в конце концов хочет. И когда вы объясняете, что вот одна кнопка будет занимать именно 80 часов, попытайтесь объяснить, почему именно 80 часов. Вот, предыдущий доклад был про хорошую архитектуру. Да, и вот в хорошей архитектуре одно из ключевых моментов это минимизация требований на внесение каких-либо изменений. Поэтому, если вы работаете с клиентом, вы хотите выбрать правильный инструмент, выясните до старта проекта, насколько часто будут вноситься изменения, я прошу прощения, насколько часто будут вноситься изменения, и не являются ли постоянные изменения ключевой фичей этого приложения. В качестве простейшего примера могу привести, мы работаем с одной фирмой, которая продает электричество и газ. Так вот, ключевой момент в их приложении это каждый месяц новый маркет. То есть каждый месяц они меняют логику поведения приложения. И тут как раз начинаю, и мы для того, чтобы реализовать эту фичу, выбрали специально такой, выбрали кроссплатформенную разработку, потому что, внеся изменения только в JavaScript, мы можем сразу изменить поведение двух приложений, и на iOS, и на Android. Поэтому поддержка и понимание, что понимает клиент в поддержке, это крайне важно. Вот. И сроки. Клиент приходит и говорит, я хочу релиз до 1 декабря. Так извините, сейчас 15 декабря. Ну так а в чем проблема? Поставьте, пожалуйста, 6 девелоперов. Ну знаете, хорошая пословица. 9 женщин не родят одного ребенка за 1 месяц. Вот. Вот тут тоже очень важно объяснить клиенту и понимать, что сроки – это не то, чем может управлять клиент до конца. сроки – это количество людей в вашей фирме, которые работают и которые знакомы с конкретной технологией. То есть иногда, если клиенту требуется реализовать в какой-то срок, то не надо гнаться за каким-то фреймверком, который вы прочитали, он более производительный, чем тот, которым вы пользуетесь. Необходимо четко понимать, что если клиенту нужны сроки, то проще сейчас взять какой-то другой фреймверк, с которым вы знакомы, реализовать его, jQuery. Вот. Но выдать клиенту MVP, то есть минимально осязаемый продукт, он получит его, он останется с вами работать, вы заработаете деньги, после этого вы его перепишите. Но это в том случае, если для клиента сроки самые важные. Поэтому у нас четыре критерия, которые рассматриваются для заказчика. Я могу назад отлистать, чтобы опять проговорить. Бюджет проекта — это создание и поддержка сроки, реализация функционала и удовлетворенность конечного пользователя. Конечный пользователь. Вот поверьте мне на слово, конечный пользователь вообще никогда ничего не хочет знать о технологиях. Его никогда это не интересует. И вот кто у нас пользуется айфоном? Знаете, такая программа есть, iBooks. Так вот весь фронт на iBooks написан на джаваскрипте. Кто-нибудь хоть раз жаловался на производительность? Нет, потому что люди выбирали именно ту технологию, которая необходима. И ключевым фактором при создании iBooks было то, чтобы книга выглядела максимально правильно оформленной. То есть разные шрифты, разные оттенки. А потом они доводили это до ума. И секрет перформанса именно в iBooks, потому что они не используют классический WebView или VK WebView, который юзается на самом миосе. Они используют свой движок рендеринга, который только недавно появился в Safari, в десктопном. Но который уже больше шести лет используется в iBooks. То есть они доводили его там. На самом деле для конечного пользователя крайне важно всего два момента. Первое, нравится приложение. И второе, мне это надо. Если клиенту не надо, он никогда этим пользоваться не будет. У нас у дизайнеров заходишь в комнату, и вся стена заклеена мифами, user experience мифами. Вот первый миф – это то, что люди пользуются интернетом. Да, вот первый миф при выборе фреймворка – это то, что клиенту нужна производительность. Клиенту не нужна производительность. Клиенту приложение должно нравиться, и приложение должно делать то, что ему необходимо. А уже нравится можно разделить на несколько вещей. Первое – это то, что оно не тормозит. Второе – это то, что оно красиво и удобно, оно напрямую совпадает с нравится. И выполняет все, что требуется, и как я это ожидаю. На самом деле, вот этот последний успех React Native или нативных подходов, когда вы пишете на JavaScript, а оно рендерится нативным движком, связано не с производительностью. Прямо сейчас в соседнем потоке есть доклад, там, где мой коллега сравнивает производительность React Native и обычного React, который крутится в кордове. Так вот, производительность на самом деле одинакова. Прикол заключается, и основной посыл заключается в том, что каждый пользователь конкретного устройства, он привыкает к каким-то паттернам, UI-паттернам, которым ему удобно этим пользоваться. Он смотрит, он нажимает на кнопку, и происходит та анимация за то время, за которое он ожидает. И вот именно успех вот этих кроссплатформенных технологий, которые сейчас подходят и находятся на гребне волны, заключается в том, что пользователь получает то, что он ожидает. То есть у него сложился какой-то experience, и ему не надо переучиваться. А в фонгапе все эти тормоза и все остальное, на самом деле перформанс можно получить и в фонгапе. Проблема заключается в том, что вам необходимо реализовать тот же самый experience, что на нативной платформе, а для этого нужно написать огромное количество кода для всяких анимаций, сделать правильный изинг, сделать правильный старт анимации и так далее. Вот. И мы подходим к последнему лицу нашей драмы. Это, собственно, мы с вами. Вот. И разработчик. И честно, вот я написал там одну фразу, которая выражает мое мнение. Я считаю, что от разработчика зависит ровно треть. Вот. При выборе. А то еще меньше. Потому что одно дело, когда вы работаете в продукт-компании, когда вы можете выбрать, сейчас про продукт поговорим, вот, а другое дело, когда заказчик приходит и спрашивает, я хочу вот это. Вот. Зависит очень много от заказчика и конечного пользователя. Вот. И основная идея всего доклада, всего этого спича в том, что надо правильно задуматься, что же мы должны сделать. Не то, какое приложение мы делаем, не то получить как фиг, а что мы делаем, как конечный пользователь или заказчик получает деньги и как мы это реализовываем. Вот. И сейчас поговорим о производительности, потому что 99% выбора фреймворка заключается в так. Я писал такое же приложение, оно у меня на этом фреймворке тормозило. Я вот прочел вот эту статью, вот эту и вот эту, и тут сказано, что тут на 10% быстрее, тут на 30%, а тут на 40%. Я поэтому буду писать на этом. На самом деле производительность, она выглядит не так. Знаете, чем больше производительность, то есть медленно, приемлемо, а потом, о, быстро. Все, на самом деле она выглядит совершенно в реальной жизни по-другому. А выглядит она таким образом. То есть она вот слишком медленная, а когда мы очень сильно, очень много угробили время на перформанс, нам этого не нужно. На самом деле удовлетворенность пользователя она в среднем сегменте, когда он чувствует себя комфортно. Вот никому, вот честно, абсолютно никому не важно, из клиентов, из конечных пользователей, посчитаете вы функцию фурье, там, допустим, за одну секунду 4 миллисекунды, или за одну секунду 544 миллисекунды. Я во всей Украине знаю 4 человека, которым был важен расчет функций фурье. Они сидят в Харькове, они занимаются онлайн-обработкой RAW фотографии. Вот, это огромный стартап, очень известный, PIXEO. Вот, им важно было. Вот, они плюнули на все и начали использовать вебверкеры. Вот, поэтому производительность важна только в двух случаях. Для пользователя это не тормозит, и второе, у собственника удовлетворяет функциональным требованиям. Дело в том, что, вот тут сидит Юля, она занимается играми, да. Вот, у игры функциональное требование, оно не должно тормозить, оно должно быстро работать. Вот, точно так же, там, какое-то функциональное требование мы делали не в приложении, мы делали мобильное приложение, которое снимает, вырисовывает в реал-тайме график для нейросканеров. Вы кладете на голову, и оно на мобильном устройстве нам рисует. Вот, там было четко, это четкое требование, чтобы график шел с какой-то небольшой задержкой, потому что при этом посылались какие-то электрические сигналы, для того, чтобы тестировать активность мозга. Вот, там это крайне важно, потому что, если вы затормозите там на 100, на 150 миллисекунд, это какое-то заболевание. Так вот, удовлетворение функциональным требованиям перформанс тоже бывает. Вот, к чему это я все веду? 25 декабря прошлого года, октября, прошу прощения, был Chrome Developing Day, где была представлена компания Google новая метрика измерения мобильных приложений, производительности мобильных приложений. Эта метрика называется Reel. И состоит она из четырех вещей. Респонс, отзывчивость вашего приложения, оно не должно быть больше 100 миллисекунд. Анимация, каждый фрейм должен быть не больше 16 миллисекунд. Если вы что-то делаете в Vidal режиме, каждое звено этой операции не должно превышать 50 миллисекунд, и загрузка не должно превышать одной секунды вашего приложения. Еще раз, это метрика производительности от компании Google для отзывчивого приложения. Если ваше приложение попадает в эти метрики, вам не нужно заниматься производительностью. Вам нет необходимости выбирать вместо React обычного React Native, или вместо Angular 2, Native скрипт с Angular 2, или переходить с Ember на React, потому что у вас приложение будет грузиться вместо 800 миллисекунд, 600 миллисекунд. На самом деле клиенту все равно, если эта загрузка будет до одной секунды. И это правильно. Поэтому если вам важно о производительности, рассмотрите, в каком контексте она вам важна, и откройте, пожалуйста, ту производительность, которая необходима. Вот. Да. А вот на предыдущем кадре animation что под этим подразумевается? А, длительность одного кадра. Ну на самом деле 16,7 миллисекунд, но именно в браузерах рекомендуется не больше 14 миллисекунд, потому что 2,7 миллисекунды уходят на те, на ту работу, которая должна выполниться при переключении. Там пересчет CSS-свойств, лаяутинг, композ и так далее. То есть грубо говоря, те же 60 fps, это про 60 fps? Да. Ну, про 60 fps можем поговорить после доклада, у меня просто мало времени осталось. Вот. Вот как раз про 60 fps. Вот. Реально важно. Это относительное быстродействие. То есть если у вас есть что-то, похожее приложение ваших конкурентов, на каком-то фреймверке оно тормозит, то, возможно, стоит поискать тогда. Вот. И возможность оптимизации. Вот тут очень важно, понимаете, если вы выберете… Года два назад был офигительный стартап, который собрал около… Сколько, Андрюха? 27 миллионов долларов на краудфандинге. Вот. Стартап назывался Famous. Ребята обещали… Лос-Анджелесская контора, если не ошибаюсь. Ребята обещали самый быстрый и самый красивый JavaScript фреймверк в мире. Вот. Они начали его писать. Вот. Прошло вот 3 или 4 года, сейчас это все превратилось в обычную платформу для магазинов. Вот. Деньги они собрали, но ничего не выстрелило. Вот. Потому что на самом деле они сделали такой фреймверк, который невозможно оптимизировать. Мало того, он не попадает в кейсы обычного веб-девелопера, потому что обычный веб-девелопер привык мыслить одними абстракциями, а ребята сделали для того, чтобы максимально быстро они сделали движок, этот движок аналогичный играм. То есть там была сцена, там были абстракции, которыми можно было оперировать. Вот. И по относительному быстродействию хотелось бы добавить, что в каждом случае оно разное. Дело в том, что вот это график для лайаутинга, это для отрисовки, это сколько FPC, и тут сравнивается и ангуляр, и метрил, и реакт, и там все остальное. Вот. Я сейчас дам. Вот. А это сколько теряется фреймов, а это насколько быстро работает. То есть это все к тому, что в каждом кейсе у вас могут быть разные проблемы с производительностью. Кто там просил ссылочку? Вот. Я доклад онлайн, и там можно будет зайти, скачать, посмотреть, где. Вот. Уже выложен. И веду к тому, что если, опять же, той же самой мысли, если у вас есть какой-то кейс, вы знаете, что ваше приложение, вы четко понимаете, что тогда только вы занимаетесь производительностью. Вот. И бюджет разработки. Скорость разработки, соответственно, если вам знаком этот фреймворк, то вам проще выбрать. Расширяемость. Тут поговорили, то есть я рассказал про Famous. Тут лучше jQuery ничего нет. Сами понимаете, да? Но тут в каждом случае надо смотреть. То есть и комьюнити. То есть на самом деле, если вы выбираете какой-то фреймворк и знаете, какие кейсы вашего приложения, то, возможно, чем больше комьюнити, возможно, эта задача уже кем-то решалась. И бюджет поддержки. Вот очень интересная ситуация, когда он состоит из самодостаточности. Знаете, есть очень хороший пример. У нас есть клиент, у которого годовой оборот больше десятка миллиардов долларов. Честно. Вот. И он приходит и говорит, я хочу переписать на вот этом фреймворке. А почему? А потому что я нанял сколько, пять индусов, которые будут поддерживать этот проект и нам научить этих индусов гораздо дороже. Вот. А если вы напишите на ангуляре 1, то я всегда найду дешевого девеллайтера. Вот. И самодостаточно. А, и я спрашиваю, хорошо, ну вот ангуляр 1 очень популярный, давайте возьмем React. Говорит, нет, React мы не будем брать. Почему? А потому что React это UI-библиотека, а вам надо будет что-то применить для логики. А что мы можем применить? Мы можем Flux применить, MobX, там Redux применить. Видите, уже какой большой выбор. Соответственно, мне надо искать девелопера, который знаком с этой технологией и с этой. А если мы еще посмотрим, то понадобится, можно собрать Webpack, можно Галпом. Соответственно, мне надо набрать человека, найти человека, который знает все четыре технологии. Он 100% запросит больше денег, чем человек, который знает один ангуляр. Это тоже точка зрения собственника. И от этого никуда вы не денетесь. Вот. Про комьюнити поговорили. Да. И для обоих бюджетов очень важна эргономика с красотой. Чем меньше вы пишете, тем лучше вы понимаете код. На самом деле тут крайне такой три спорных слайда. Я просто взял, даже без надписи, я просто взял три фреймверка, которые реализуют одну и ту же функциональность. Это обычный каунтер. Кликаете на дивки, он считает. Это один фреймверк. Это второй фреймверк. Это третий фреймверк. Вот. Как вы думаете, девелопер, который будет писать, он на чем делает больше ошибок? Вот он. Вот это ангуляр 2. Это ангуляр 2, да? Да. Это ангуляр 2. Вот вы считаете, что он сделает больше здесь ошибок, чем здесь, да? Больше. Больше, да? Потому что там кода меньше, и нужно закончить его композицию. А там никуда больше, там он движет ялоскрипту. То есть вы считаете, что вот это нормальный ялоскрипт, да? Ну тоже вариант. На самом деле, на самом деле, да. Миша, jQuery нету. На самом деле, понимаете, вот это самое главное. Fun. Впервые этот критерий для разработки, для выборов фреймверков ввел Льюис в прошлом году. Это инженер-адвокат компании Google. И он считает, что Fun это то удовольствие, которое мы получаем от девелопмента основное. Потому что если мы пишем и мы не получаем удовольствие, соответственно, мы делаем больше ошибок и все остальное. Если кого-то интересует, может зайти на его официальный блог и почитать. там офигительная презентация. Но я считаю, что Fun делится на эргономику, красоту, простоту, понятность и мелочи, которые делают работу с кодом приятную. Мне, например, очень приятно в React работать с бахтулсами, которые через Redox можно шагами туда-сюда ходить. И по факту вот это все, что я сегодня рассказывал, приводит к двум слайдам критериям. Это относительное быстродействие, то есть когда вы понимаете разницу между быстродействием первого фреймворка и второго, а не в FPC. Возможность оптимизации этого фреймворка и вдруг к вам придет клиент какой-то и скажет, а я хочу еще мобильное приложение. Скорость разработки, это сами знаете, что если знаете какой-то фреймворк, то им проще пользоваться. Расширяемость, самодостаточность, очень хорошо тут сравнивать между ангуляром и реактом, когда ангуляр, вот тот самый случай с интерпрайзом, когда интерпрайз выбирает ангуляр, потому что в ангуляре уже все есть, а айтишные конторы выбирают реакт, потому что они могут состыковать с реактом те фреймворки, которые им удобны, которые наиболее полно покроют их функциональный оффлоу. И комьюнити, краткость и прозрачность кода, фан, свитчинг, это переход на этот фреймворк, и модность и тренда. Вот последняя модность тренда резюме добавил чисто Андрей Листочкин попросил, я действительно забыл, на самом деле давайте скажем честно, большинство изучает какие-то фреймворки и пытается применить для записи в своем резюме, потому что нам будет проще, реально проще найти какую-то работу и получить большую зарплату, если мы будем юзать трендовые технологии, от этого мы никуда не денемся. Но на самом деле есть еще такие кейсы, которые надо четко проговаривать при выборе это SEO, потому что когда мы пишем SPA и мы выбираем React или Angular, мы можем реализовать изоморфное приложение, если мы выберем VOO, по-моему уже можем, тут я могу ошибаться. Социальные сети очень близки к SEO, потому что как правило если вы берете Angular или React вы можете рендерить куски вашего приложения как статик HTML и отдавать в социальные сети и мобильная разработка тут как я уже упоминал очень сильно начали входить в тренды вот в Angular native script появился в React React Native VOO появится скоро движок для рендеринга нативного мобильного UI для iOS и Android и Windows фона от индийской конторы Alibaba если не ошибаюсь да и вот как делать нельзя я вот 40 минут распинался что есть такие критерии нельзя делать не зная специфики проекта то есть для каждого проекта на самом деле каждый критерий имеет свои весовые коэффициенты для кого-то важна поддержка проекта для кого-то важна там важна скорость разработки вот а почему так делать нельзя мы взяли три фреймворка React Angular и вообще фреймворк который сами для себя написали для фонгапа он самый быстрый вы спрашивали какой фреймворк вот мы сделали взяли Backbone вот и встроили туда компонентную архитектуру похожую на React и Angular 2 плюс виртуальный дом от компании Google может слышали incremental дом называется вот вот то есть по факту это Backbone с incremental домом там где темплейты можете компоновать там где вьюхе компонуются компонентно то есть вы пишете JSX style вот но используя обычный бэкбонт вот так вот почему так делать нельзя потому что вот мы взяли написали и мне исходя из этих критериев абсолютно непонятно почему же React получил меньше всего то ответ очень простой потому что на самом деле каждый выбирает для своего проекта свое и если кто-то если для него в данный момент важнее получить трендовые технологии естественно он возьмет один если для него это айтишная контора он получает продукт он однозначно выберет React потому что проще подобрать под логику приложения там Flux или Redux правильно выбирать инструмент или фреймверк под каждый конкретный проект на старте понимая что именно требуется вашего клиента вот и собственно шпора из пяти шагов как выбираю выяснить технические требования выяснить нетехнические требования выяснить приоритеты клиента выставить весовые коэффициенты то есть на этот и тогда уже провести сравнение фреймверков и выбрать вот и шпаргалка которой мы пользуемся но очень крайне редко по одной простой причине потому что она очень короткая то есть если Enterprise то Angular 2 если IT-контора это React а если требуется продукт то мы исходим по требованиям вот а если знаешь только какой-то конкретный фреймверк так пиши на нем вот и собственно я и так на пять минут задержался в общем если есть вопросы задавайте аплодисменты аплодисменты аплодисменты